Республика 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 попытались поменять парадигму конфликта и забыть о том, что была война 92-93 годов и сменить плоскость на российско-грузинский конфликт, настаивая на том, что в августе 2008 года агрессором выступила якобы Россия. Но вот такой массовый психоз и попытки фальсифицировать события 1992-93 годов, это нечто абсолютно новое и, конечно, это всего лишь бессовестное и в чем-то даже аморальная попытка использовать нынешнее российско-украинское противостояние в своих целях. Такие посты набирают много просмотров, репостов, под ними обычно разбирается целая полемика пользователей, но все это, конечно, не помогает доносить альтернативную информацию до пользователей соцсетей. Голос Абхазии – наша точка зрения и то, как на самом деле все это происходило. Здесь эта информация, которую часто знаем мы внутри, но возможности донести ее до мира у нас никогда особо не было. Посчитали многие абхазские пользователи интернета и в ответ на посты и публикации грузинской молодежи стали создавать в социальных сетях, особенно в Инстаграме, различные публикации и сообщества, в которых аргументировано, ссылаясь на статьи, публикации, интервью, архивные материалы и фотографии, рассказывают в подробностях о том, что происходило в Абхазии в 1992 и 1993 годах на самом деле и кто в действительности являлся агрессором. За последние две недели появилось сразу несколько страниц в Инстаграме, посвященных этой тематике. Принципиально, что все они ведутся в основном на английском языке и потому в первую очередь рассчитаны на внешнюю аудиторию. Одной из этих страниц является созданная буквально неделю назад страница в сети MediaAttack, которая позиционирует себя как независимый молодежный медиажурнал. На этой странице создатели группы пытаются касаться именно тех тем, которые часто искажают грузинских пользователей в соцсетях. Развенчивают некоторые любимые мифы, которые в ходу у большинства в Грузии, о том, что Абхазы, например, это грузины, о том, что, дескать, Абхазия всегда была частью Грузии и не существовало вне ее, о том, что, цитата, почему же, если вы Абхазы, у некоторых из вас грузинские фамилии, о том, что Абхазия является якобы оккупированной Россией территорией. Более того, на подобных страницах появляется то, что сейчас очень популярно в любом медиа, в любых СМИ, личной истории тех людей, которые пережили войну и являются ее свидетелями. Так, напрямую от нас мир услышит через соцсети об истории рада богателия, о вертолете, сбитом над латой и о других подобных трагедиях. Хотим отдельно отметить, что создание всех этих страниц – это личная волонтерская инициатива молодых людей. И на своих страницах, в частности, в медиа. А так, в дальнейшем они планируют затрагивать вопросы не только с политическим и историческим контекстом, но и важную информацию о социальной и культурной жизни в Абхазии доносить до пользователей соцсетей. В этой передаче мы хотели бы предложить вашему вниманию интервью с теми, кто в частности создал страницу «Медиа Атак». Мы пригласили в нашу студию ее соавтора, выпускницу Лингвистического факультета Российского университета Дружбы Народов Алису Агроба. Алиса, здравствуйте! Рада вас приветствовать! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как пришла идея создать эту страничку? Я уже рассказала зрителям о том, чем вы занимаетесь. Это совсем недавно вы ее создали, насколько я поняла, неделя, может быть, даже меньше. Почему вы решили ее создать? На самом деле, сама цель создания вот такой вот страницы пришла к нам уже довольно давно. Просто такой очень сильной мотивацией и своего рода толчком послужило именно последние события, связанные с такими локальными информационными войнами, скажем так, между абхазами и грузинами. Вы, возможно, слышали эту ситуацию с Кантемиром Балаговым, которая послужила вот тем толчком. Я в том числе и активно участвовала в комментариях. И вот мы читали все, что происходит. Мы читали, насколько люди дезинформированы и насколько они пытаются навязать свое мнение, свою правду другим людям, которые на самом деле не соответствуют реалиям во многом. Поэтому мы решили, именно опираясь на действительно достоверные источники, собрать информацию, перевести ее на английский язык и создать именно вот такой первый пост. То есть вот именно тема создания страницы пришла к нам давно, но мы поняли, каким делать первый пост, чему он должен быть посвящен. Да, и чему он? Вот для наших телецидеров давайте расскажем. Да, первый пост посвящен, так сказать, развеиванию мифов о грузино-абхазских отношениях. То есть мы собрали информацию. Для нас было очень важно взять источники такие, которые бы не подвергались сомнениям с их стороны. То есть поэтому у нас источники именно грузинские. Да, что было очень важно. И причем это далеко не последние люди в истории Грузии. Они сделали очень много. Один из них Джавахишвили. Он это очень-то... Да, известный историк. Да, это известный историк. И никто, конечно же, не смел ничего писать по этому поводу. Все равно было видно то, что люди, не читая даже пост, писали все равно то же самое. Но мы заметили, как изменилась их риторика. То есть они перестали уже приводить вот эти самые аргументы. То есть наша информация в нашем посте была довольно исчерпывающей. И еще и подкрепленная фактами. То есть и мы не пытались их унизить. Мы абсолютно не вели себя так, как ведут они. То есть для нас было это также очень важно. Представить свою страну очень достойно. Да, это именно интересно, что вы начали... Вот я поэтому к вам и обратилась, что я заметила, что вы опираетесь на интервью тогдашних очень весомых политиков, министров обороны, прочих людей. То есть используете, по сути, и везде делаете ссылки. И я напомню телезрителям, возможно, не все знают, и не все имеют доступ к соцсетям. Да просто не каждый получил эту информацию о том, что они, например, очень часто грузины вот сейчас, когда вот случилась вот ситуация в Украине, да, вот противостание, которое там происходит, они стали использовать, вот я уже рассказала об этом в передаче, пытаясь, теперь уже представляют себя жертвами России. Даже в 92-м году они говорят, что главный агрессор был России, как бы убирая с себя эту вину. И самое главное, они приводят фотографии, да, вот какие-то документальные фотографии иностранных журналистов, которые тогда здесь бывали, ссылаясь на них. А потом оказывается, что эти люди пишут там комментарии под этой же публикацией, говорят, что они не имеют никакого отношения к этой ссылке, что всё это фальсифицировано. И вот в этом контексте очень важно именно, что вы приводите вот именно как базу, как делаете вот ссылки, даёте, мне кажется, что это очень важно. Скажите, почему вы решили такое внимание вот делить английскому языку? Кто пишет эти посты, вот, и кто вообще ведёт эту страницу, кто автор? Авторами являемся я и мой друг Умар Харчалава. Я лингвист-переводчик, он международник, то есть мы оба владеем английским языком. И для нас очень важна именно направленность на англоязычную аудиторию, потому что мы понимаем, что эти люди более-менее непредвзято могут взглянуть на Абхазию, на то, какова её история, традиции, культура и какая она сейчас. То есть для нас это действительно очень важно, именно направленность на англоязычную аудиторию. Также очень много турецких абхазов нам отвечают и в директ, и пишут то, что вы должны создать страницу в Твиттере тоже. Нам очень важна их поддержка в том числе. То есть люди, которые не знают русского языка, не знают абхазского языка, они для нас очень важны на самом деле тоже. Да, и по сути получается же, что вы даёте, даже если представить себя каким-нибудь иностранцем, который никогда не слышал о нашем конфликте, он сейчас как-то активно интересуется всем, что происходит, читает посты грузинских пользователей, у него есть одна информация, а вы по сути даёте ему альтернативную информацию, даже если он не хотел бы или не хотел бы, он может теперь... Что всё на самом деле далеко не так, как им кажется, что есть и другая сторона правды. Так скажем, и во многом то, что у них очень много дезинформации на самом деле. Это очень важно, конечно, показать и свою сторону. Хорошо, Алиса, скажите, пожалуйста, есть ли ещё, появилась ли после вашей инициативы, а может быть и до, мне кажется, что тут не важно, кто первый, кто потом, какие-то другие группы подобную направленность, или которые тоже бы по-английски доносили бы для, получается, пользователей соцсетей со всех стран, такую вот интересную информацию у нас, да, о нашем прошлом, недавнем. Да, на самом деле был, ещё до создания нашей страницы, был запущен флешмоб, вы наверняка слышали о нём, с хэштегом «We are up asia», то есть ребята наши местные запустили флешмоб такой, я могу даже назвать мальчика Лаша Аристава, он запустил этот флешмоб, он рассказал о себе, написал «Я, меня зовут Лаша, я родился в такой-то, такой-то стране». И, знаете, так, это очень действительно вызывает сочувствие, и это очень трогательный пост. И вот ребята наши местные начали писать… Поддержали, да, многие стали писать от своего имени. Да, совершенно верно. Но потом вот этот хэштег превратился, на самом деле, непонятно во что, потому что там вот ты переключаешься на него, и там совершенно не то, что ты ожидаешь увидеть. То есть там флаг Грузии, там вот, ну, в общем, сами понимаете, что они с ним сделали. Да, они захватили этот хэштег. Вот, после этого ребята начали писать на своих страницах о том, о нашей истории. И очень важно то, вот если посмотреть в комментариях, да, дискуссии наши, то можно заметить, насколько мы всё-таки, абхазская аудитория, не опускается до уровня оскорблений или не пытается каким-то образом задеть или обидеть, да, чувства другого человека, ну, наших оппонентов, в данном случае это Грузины. То есть это вы с собой целью не ставите, да, вот именно такого унизительного… Нет, совершенно, это для нас очень важно, то, что мы должны, мы представляем не только своё личное мнение, свою страну, это для нас очень важно, чтобы люди видели, ну, просто даже на сравнении, то, что эти люди, я даже стараюсь комментарии не удалять, такие, чтобы люди сами видели, кто есть кто, и почему именно так. То есть в междоусопчик, перебранку это всё не превращается, да, вот и нет такой цели? Да, мы стараемся до этого, нет, абсолютно, мы не хотим этого. Мы говорим свою правду, и люди видят, насколько это аргументировано, подкреплено фактами, и они сами делают свои выводы. Хорошо, Алиса, скажите, пожалуйста, а помимо вот этих тем, да, какие другие темы вы планируете освещать, какие источники вы используете? Да, ну вот для этих постов мы использовали конкретно грузинские источники, могу их даже всех перечислить, но они у нас есть на странице. А было бы интересно, такие, например. Да, Джавахишвили, Иван, Отар Джапаридзе, Чикобава, также Ламтатидзе, она, Китаван Ламтатидзе, она очень важный вклад вообще, в принципе, для истории Абхазии. Я это знаю, но многие даже среди нас этого не знают. Я вам больше скажу, многие грузинские пользователи совершенно даже не слышали о таких людях, о своей истории, хотя они должны об этом знать, по сути, но они видят только определенную сторону, которая им выгодна. Вот. Для второго поста мы уже, для нас было важно также раскрыть тему вот именно историй, которые, а то так действительно послушаешь грузинских пользователей, и как бы вот эта война принесла, это была трагично только для них. То есть мы взяли из белой книги материалы, потому что мы, кстати, попросили людей, наших подписчиков, нам присылать личные истории, если они готовы им делиться. Но, да, с нами поделились историями, но они не готовы делиться их публично, к сожалению, ими публично. Вот. Может быть, в дальнейшем мы попытаемся как-то это сделать, так найдем тех, кто готов все-таки это сделать от своего лица. Можно я тут вмешаюсь и сделаю, посоветую вам кое-что, потому что несколько лет назад, например, вышла книга преподавателя Абхазского государственного университета, мои однокурсницы, мы вместе заканчивали международные отношения, Саида Возба, 55 историй судеб, 55 судеб, это как раз истории вот моих сверстников, которые застали войну, и тех, которые чуть старше, они рассказывают личные истории, связанные с войной, она издана, это изданная книга. Я думаю, что вы можете совершенно спокойно спросить разрешение, естественно, авторов и тех, кто там, потому что раз уже они напечатали эту книгу, значит, уже они согласны на это, я думаю, что тут лишь вопрос какой-то договоренности, и вы могли бы сделать это тоже частью вашей страницы, я думаю, это было бы интересно. Большое вам спасибо за рекомендую. Да, потому что на самом деле это очень важно показывать вот последний пост, вот расскажите о нем. Да, последний пост, у нас был материал взят полностью из белой книги Абхазии, вот также она была написана Вороновым, также неабхазские, неабхазская фамилия, для них почему-то это очень важно, потому что они абсолютно не воспринимают, если, допустим, мы будем брать материалы, даже не касательно истории, шалвы и налопы, допустим, да, то есть для них это совершенно никак не авторитетно. То есть это пропаганда для них. Да, абсолютно совершенно так. Вот, и эти истории были взяты именно из белой книги Абхазии, несколько историй, также мы включили песню Валерия Багателли, перевели кусок на английский язык, потому что там, к сожалению, всю песню нельзя было, потому что только минуту можно было закрывать видео. Вот, и мы вот эту песню перевели кусок на английский язык, были люди, которые отвечали, грузины, не очень, ну, то есть не очень приятные вещи, не знаю, почему они должны были даже эту тему затрагивать, могли бы хотя бы промолчать. Вот. И даже девочка Ляда, которая была в этой истории, да, в одной из историй, даже на первом листе вот этого поста как раз-таки именно о ней говорится, то есть это цитата вот именно из истории её. Она написала комментарии, это было настолько трогательно, если честно, для нас. Она написала то, что я читаю это со слезами на глазах, я та самая девочка Ляда, да. Вот. Также некоторые Рината Богателли, сестра Рады Богателли, она репостнула также наш пост к себе на страницу в историю. Вот. И люди, конечно, также это, это, эти истории должны быть услышаны. А вот, вот мне интересно, есть ли такие, например, ну, может быть, предположим, что какие-то комментарии от грузинских пользователей, которые, может быть, сказали о том, что, ну, они услышали что-то новое и как-то вот... Или все комментарии такого типа, которые... Не было такого. Не было, да? Но писали, несколько грузин писали нам в личные сообщения о том, что им очень жаль. Вот. Такое было. Но они публично это не озвучивают, но в комментарии пишут иногда. Я хотела бы именно сделать упор на вот этих личных историях, потому что уверена, что если бы, вот, допустим, если бы это были какие-нибудь западные средства массы или западная страна, которая пережила такую же трагедию, которую мы пережили в 92-м, 93-м годах, то истории подобной Рады и её фотографии, и все эти песни, или истории подобной Ладской трагедии, они были бы тиражированы, и каждый бы второй знал бы о них. И мне кажется, вот в этом контексте очень важно рассказать о своей воле. Это вот... Абсолютно верно. Потому что наш голос не слышен вообще. Да. Мы были абсолютно изолированы информационно. Это на самом деле так. Это во многом послужило тому, тому, что сейчас происходит, насколько люди видят одну сторону, в том числе люди, которые совершенно никакого отношения не имеют, да, к грузино-абхазскому конфликту. Потому что мы были изолированы информационно, и у грузинских пользователей была возможность, да, вот именно преподнести это так. Никто не отрицает то, что многие люди и с той, и с другой стороны пережили ужасы, но это не... Нельзя отрицать историю, нельзя отрицать то, как действительно... Нельзя ее коверкать. Да. Так как они пытаются сегодня ее коверкать. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Хорошо, Алиса, я желаю вам всяческих удач и в этом, и в других делах. Спасибо, что вы пришли. К другим новостям. Турция заявила о том, что не допустит ввода иностранных военных кораблей в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны страны Хулуси Акара. Как известно, Черное море является внутренним морем. Попасть в его акваторию можно через проливы Босфор и Дарданеллы, которые находятся под контролем Турции. Турция останется приверженной Конвенции Монтрео, не допустит ввода военных кораблей в Черное море, заявил Акар в эфире одного из турецких телеканалов. Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлюд Чавушеглу заявлял о том, что страна выполняла и будет выполнять положение Конвенции Монтрео. Согласно Конвенции Монтрео, подписанной в 1936 году торговые суда могут свободно проходить через Черноморские проливы как в мирное, так и в военное время. Что до военных кораблей не черноморских государств, то документ ограничивает их присутствие в акватории сроком в три недели, а также регулирует их класс и тоннаж. Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций Турция имеет право ограничить или запретить проход военных кораблей через проливы. ФСБ России ранее заявило, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска, Южного и не исключило возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземного бассейна из-за течения. В ответ на это в начале апреля Министерство обороны Турции заявило, что принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах и угрозы судоходства в Черном море нет. На этом у меня сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и следить за всем интересным, что происходит вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова